В Люберцах состоялся турнир по смешанным боевым единоборствам ММА серия 49. На ринге встретились не только дебютанты, но и титулованные спортсмены. Вместе с болельщиками за жаркими поединками наблюдали и мы. Двукратный обладатель Кубка мира по боевому самбо Камиль Гирейханов два с половиной года назад попробовал свои силы в смешанных единоборствах. На его счету три победы и ни одного поражения в турнирах по ММА. На ринге в Люберцах 30-летний боец завоевал еще одно золото. Уже в первом раунде он не оставил шансов сопернику Александру Жаркину и победил его болевым приемом на руку. Самое трудное, первый удар, который пролетел ко мне так сразу, это было мне очень. Но я как бы тоже ответил сразу сходу, и он потерялся. Я думаю, бой в такой весовой категории не слишком скучный получился, хоть он и две минуты продлился. Но я пришел побеждать, поэтому я свой ноль никому не отдам. В финальном поединке свое мастерство продемонстрировал обладатель бронзового пояса победителя ММА Роман Карасев. Волнение перед своим первым боем он помнит до сих пор. Я выходил, у меня шорты колыхались. Это такое состояние адреналина, когда ты ничего не понимаешь, и потом только на видео пересматриваешь и вспоминаешь, что вообще бой в этих боях. Выходя на бой, то должен быть достаточно собранный, стрессоустойчивый, должен видеть картину боя. Прямую трансляцию из Дворца спорта «Триумф» обеспечил телеканал ММА-ТВ. За поединками наблюдали зрители более чем из 40 стран мира. Они будут видеть, что происходит здесь, в Люберцах, сегодня, какие противостояния будут сегодня в клетке. И вот я бы хотел, чтобы все так и решал в спорте, чтобы спорт был вне политики, и чтобы мы встречались в клетке и жали бы в конце друг другу руки. Зрители смогли увидеть 13 бескомпромиссных поединков. За титул чемпиона в разных весовых категориях поборолись спортсмены из России, Азербайджана, Ирана, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Следующий турнир по ММА пройдет 15 апреля в Москве. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.